Сегодня у нас распаковка портативного планшета. Упаковочка, конечно, такая вяленькая. Доставка буквально, наверное, недели полторы, потому что российский склад. Потому что, да не знаю, вот так вот быстро у нас сейчас работает доставка. Самое интересное внутри, это что у нас? Качество картинки, да? Качество сборки. И какая комплектация. На изображениях все, конечно же, супер-пупер. Есть подставка, есть регулировка громкости, есть динамики. Подключать можно к PlayStation, Switch, Xbox, хост-дисплей для вашего ПК. Ужасное странное название. Разделение дисплея для ноутбука, что ли. И подсоединение вашего телефона, если ваш телефон так умеет. Сзади никаких основных характеристик нету. По бокам ничего нет, только портабл-монитор уже попахивает немного дешевым китаем. Однако, сейчас мы это дело откроем. Здесь, кстати, есть вот такой вот интересный артикул. Мы спокойно надрезаем упаковку дальше. Сейчас мы ее распакуем в итоге. И увидим, что же за содержимое внутри. Момент истины. Насколько качественный. Я просто читал некоторые отзывы, что здесь просто ужасного качества используется IPS-матрица, которая вроде бы как уже и не совсем IPS. Сам монитор 15,5, ну, 15,6 дюймов получается. Хочется уже достать его из пакетика, увидеть, да? Что визуально он из себя представляет. Сам по себе, кстати, тяжеленький такой, знаете. Реально. Еще бы доставался нормально из пакета, а так вообще... Опа! Вопросов, вопросов нет. Так-с. Дальше. Бам! Такой notice protective. Убираем. Сам дисплей у нас находится в ямочке. Полного покрытия стеклом у нас здесь нету. Снизу у нас прорезиненные ножки. Давай фокус. Фокус сюда. Прорезиненные ножки, это, видимо, чтобы он не скользил. Вот это, возможно, отверстие динамико вашего. Сзади... Кстати, эта ножка полностью, полностью магнитная. Можем ее, кстати, пока отлепить, чтобы было удобнее смотреть. Без нее, без нее дисплей легче. С левой стороны наушник. Вот это у нас получается яркость, громкость, включение, наверное, выключение. С другой стороны, с противоположной, находится Type-C. Давайте, давайте на свет вот так повернем. Type-C для питания. Вот у нас Type-C для питания, Type-C для изображения и мини-HDMI, через которое вы будете, ну, можете, по крайней мере, сюда подавать изображение. Через Type-C можно, можно через HDMI, через что больше нравится. Дальше по комплекту есть инструкция, которая, возможно, не очень-то и информативная. Это у нас, получается, Type-C-USB кабель, который используется для питания, да, если вы хотите просто, просто запитать ваш монитор. Для питаньки у нас используется 5 вольт, 2 ампера, короче, 10 ватт достаточно, чтобы работал монитор. Есть кабель HDMI-мини-HDMI, чтобы подключить, например, к вашему ноутбуку. И самое современное, интересное, Type-C, Type-C. Втыкать можно в Маке, видеокарты, где есть Type-C выход, можно подключать телефоны через него. Сейчас включим, посмотрим качество картинки, вообще, в принципе, живой отзыв на, наконец-то, получится. Смотрите, дисплей, который сейчас не подключен к какому-либо дополнительному питанию. В него мы просто включаем Type-C кабель, видите, никакого доп. питания. Просто втыкаем Type-C кабель, вот так вот, оп. К этому Type-C кабелю, например, вы подключаете свой телефон, который у меня садится на данный момент. Можем даже кабель не разматывать. Берем такие, воткнули. И на питании от вашего телефона, ноутбука, да, там, любого устройства, которое может подключить внешний дисплей через Type-C, у вас запускается дисплей. Выглядит это примерно так. На первый взгляд, картинка очень даже ничего. Экран у нас здесь не сенсорный. Пленку снимать пока не будем. На нашем телефоне, за кадром это, наверное, не видно, мы можем выбрать тачпад. Все, наш телефон становится тачпадом. Можем пожампкать, позапускать, не знаю, YouTube, да, если хотите, например. Будут у вас там всякие видосы. Любые, на самом деле. Ну-ка, любые, на самом деле. Телефоны, звук, кстати, здесь есть. Ну-ка. Интересно, будет слышно на видео или нет? Если сделать погромче. А, это у нас яркость. Чтобы сменить изменение яркости на громкость, надо нажать. Вот я нажал. Нет, видимо, недостаточно нажал. Ну-ка. Нажал. Ох, какое интересное меню. Я его, кстати, до этого не открывал. Input Source. Написано Type-C. Так, и как нам... О, вот яркость, контрастность, громкость. Вот громкость хочу поменять. А, это максималка. Видимо, без внешнего питания, да, тоже через Type-C, вы выше, чем 70% громкости и больше, чем 70% яркости уже не включите. Джойстик сам по себе слева не очень удобный, на мой взгляд. Но пользоваться вы им будете не очень много. Так, вот яркость. Поднимаем. 30, 40. Да, 70% это лимит без внешнего питания. Интересно, а если мы сейчас воткнем питание, продолжит ли у нас устройство работать и заряжаться? Находим Type-C порт. Тыкаем туда наше внешнее питание, комплектное. Вот я втыкнул. И, ну, он продолжил работать. Попробуем поднять снова яркость. Ну-ка, 70% у нас стоит. Снижаться, снижается. Подниматься все равно не поднимается. Я не знаю, это, возможно, какой-то необычный прикол. При этом у нас зарядка телефона так и не началась. Play Store, кстати. Где у нас можно будет посмотреть что-нибудь высококачественное. В браузер, кстати, можем попробовать зайти. А вот и телефон у нас разрядился в итоге. Да, очень интересно. Но в любом случае, качество картинки оказалось выше, чем я рассчитывал. У нас заявлено производителем 100% покрытие sRGB. Это примерно, ну, наверное, больше 60% NTSC цветового пространства. Если вам эти буквы ни о чем не говорят, то знайте. Есть мониторы, у которых 45% NTSC, а не 60%. Это вот там, там, наверное, с цветами реально есть проблема. Я уже выяснил, что если вы сначала включаете доп. питание в ваш монитор, а потом включаете смартфон, ноутбук или прочие устройства, передающие изображения, то питание будет браться с вашего смартфона. Ну, в данном случае, с моего. Если же мы сначала подключаем смартфон, потом втыкаем дополнительное питание. Ну-ка, аккуратненько. Втыкаем. Ну-ка. Оп. То у нас, смотрите, монитор начинает светиться до 100% яркости. Плюс сам телефон ваш, я надеюсь, это видно на видео, сам телефон у нас продолжает зарядочку. Вот у нас, видите, мигает. Мигает аккумулятор, это значит, что он заряжается. А значит, вы не ограничены уже емкостью аккумулятора вашего смартфона. Что ж, 100% яркости, 100% громкости становятся доступны в этом режиме. Покатаемся по настройкам меню, что у нас здесь есть. Выбор выхода. Фрисюнг. Ничего себе, какие настройки интересные. Фрисюнг. Это у нас, видимо, для AMD видеокарт. Потому что телефон вряд ли может выдать у нас фрисюнг. Так или иначе, правда? А, мы включили фрисюнг. Ну, хорошо. Есть HDR. Смотрите-ка. О, уведомление, видите, приходит у нас. HDR. Я сейчас включил HDR. Ничего себе. Неужели картинка будет теперь более сочная? Ну, проверить это, на самом деле, сложновато. Посмотрим еще, что у нас есть в меню. Так, Reset, DSR, Type-C. Ну, это ладно. HDMI. Ага, ага. Ага. Еще есть уедомление, что к вашему экрану подключено внешнее питание. Что ж, HDR включен. Настоящий он или нет? Как бы нам проверить-то? Если мы запускаем тестер на смартфоне, то он показывает характеристики дисплея все-таки вашего телефона. Поэтому нужно сейчас подключить компьютер и посмотреть, что он выдаст. Продолжаем тестирование. Подключили к компьютеру сначала по Type-C. У нас, естественно, не давало включить режим HDR, потому что здесь написано «Продлить время работы от аккумулятора поддержка игр в приложении HDR временно недоступна». При этом я пробовал подключить через Type-C во второй разъем. То есть в первый разъем ноутбука мы втыкаем питание, во второй – монитор. Но картинка почему-то в данном варианте у нас не шла. Это очень интересный нюанс. Поэтому включить HDR у нас все равно не получается. Сейчас попробуем запитать монитор чисто по HDMI. Возможно, через него полноценный HDR будет включен. При подключении монитора через HDMI у нас вообще никакое HDR недоступно. Очень интересное, конечно, положение дел. Собственно, картинка есть. HDR вообще никакого нет. И я пока не вижу какого-то решения, чтобы можно было включить HDR-картинку при выводе с ноутбука. Да, вот с двумя портами Type-C. Не знаю, в чем конкретно ограничение. В мониторе, в достаточно современном ноутбуке с разъемами Type-C или… А в чем еще может быть, собственно, проблема? Возвращаемся к подключению с помощью Type-C. И посмотрим, сколько цветов вообще, какие параметры выдают монитор. 8-бит, по крайней мере, заявляет нам. Сертификация HDR не найдена, хотя до этого мы подключали и у нас выдало в системе, что можно включить HDR. Возможно, это какой-то глюк. 60 Гц. 60 Гц можно включить при желании. Full HD полноценный. Ну что, если подводить итоги, что я думаю про этот монитор? Как дополнительный монитор для вывода какой-то информации, он более чем подходит. Картинка намного лучше, чем я изначально предполагал, просто потому что у нас хорошие цвета, так или иначе. Конечно, 8-бит, никаких 10-бит у вас за 7-8, даже, наверное, за 10 тысяч рублей не будет. Что еще про него можно сказать? Посмотрим. Есть возможность так или иначе подключать телефон. Питание на телефон, в отличие от компьютера, если питание подключать к монитору, идет нормально. Да, в общем, для телефона данный монитор больше рассчитан, на мой взгляд. И Dex здесь будет полноценно работать. Smartisan TNT это у меня. Там Huawei, если он есть, будет тоже работать. У Asus есть десктопный режим, тоже без проблем должен работать на этом мониторе. Углы обзора хорошие. Покрытие я пленку не снимал, но, скорее всего, оно такое полуматовое. Нету полного остекления монитора, но это не проблема, особенно учитывая ценовой диапазон монитора. Вес приемлемый, настроек достаточно, выводов достаточно. Качество сборки, на мой взгляд, здесь страдает. Собственно, я вам на это уже показывал. Отключено вот всего. Показывал на видео. У нас здесь дефект угловой. Здесь дефект угловой, вот тут наверху. Ну, собственно, я приложу отдельные фотографии, которые показывают. Качество звука, на самом деле, посредственное. Динамики у нас... Вот здесь находятся динамики. Звучат посредственно, но, в принципе, если вам нужен хоть какой-то звук, вы его без проблем получите. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Ставим лайкосики, подписываемся на канал. И до следующих видосов. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok